Привет! Скажи мне, пожалуйста, почему ты так зацикливаешься на том, что обязательно для того, чтобы худеть, надо считать калории? Либо к быжу, либо взвешивать еду. То есть, если ты будешь педантично соблюдать определенные правила питания и считать то, что ты ешь, то ты в обязательном порядке похудеешь. Да, конечно, ты похудеешь. Но ответ мне на другой вопрос. Ты готова всю жизнь считать калории, состав читать, подсчитывать, сколько белков, жиров, углеводов ты съела за день и, не дай бог, перебрать. А если вдруг ты не доберешь, что после этого будет? Что делать, если ты перебрала животных жиров и не добрала растительных? Вдруг ты белка съела больше растительного, а не животного? А что делать, если ты перебрала углеводов вечером? Как же после этого жить? Ты готова так жить всю жизнь? Я? Нет. За свою долгую жизнь я занималась профессиональным спортом. Я сидела на сушках, сидела на массонаборах, на безуглеводке и на всем, в чем можно. Ну, это был спорт. Так вот, каждый раз, когда нас заставляли вводить какие-то ограничения в питание, они заканчивались абсолютно по одному сценарию. Сначала казалось, что все прекрасно, то есть я буду так есть всю жизнь, меня это устраивает, я молодец, я худею, смотрите, у меня кубики. Но заканчивался период. Чаще всего максимум человек хватает на три месяца. Ну, так у нас устроен наш мозг. А потом начинаются проблемы. Человек начинает чувствовать непреодолимую тягу к тому, к чему до этого не было. Сначала он думал, что он сейчас спокойно откажется от чего-то навсегда. Прекрасное слово «навсегда». Но потом получается ситуация, что это навсегда выливается, я не могу без этого жить. Те, кто считают, что главное похудеть быстро, ну, скажем так, это ваш выбор. Те, кто хотят не просто похудеть, но и удержать свой вес, удержать свои объемы. И жить не мыслью о том, что «Ой, мне надо обязательно есть 5-6 раз в день». Мне обязательно надо ходить в зал. Ну, это хорошо, ходить в зал, я ничего против не имею. Но когда человек 50% своего времени тратит на то, чтобы приготовить, посчитать, разложить еду, потом поставить будильник, чтобы, не дай бог, не поесть не через 3 часа, а через 3,5 часа, а потом он думает о том, что «Вот, блин, я пошел гулять, время прошло 2 часа, мне пора есть, а я далеко от дома, коробочку я забыла взять». А еще многие девушки стесняются есть на людях то, что у них в коробочке. И начинается просто взрыв мозга. Как жить? И многие мне, девчонки, пишут, девушки, женщины, о том, что «Я не хочу считать калорий, я не хочу взвешивать. Как мне похудеть так, чтобы моя жизнь не превратилась в ад подсчета и от того, что я должен есть». Просто ешьте умеренно в рамках определенных правил. У нас есть эти правила. И, скажем так, придумывания всяких так называемых переходов на чужие диеты, средиземноморскую, французскую, английскую. По-моему, нецелесообразно. Большинство из вас живет в Средней Блазии России. Ну, я думаю так. И вы знаете, что есть определенные правила питания так называемого русского человека. Ну, россиянина. То есть это завтрак, обед и ужин. Иногда бывают перекусы. И, в принципе, если вы посмотрите, как кормят ваших детей в садиках, можно сказать, что детей в ваших садиках кормят сбалансированно. И если вы попробуете хотя бы немножко поесть так, то вдруг обнаружите, что вы меньше хотите есть. Что вы встаете за стола, не обожравшись. И что вдруг ваше тело начинает меняться. Задумайтесь об этом, пожалуйста.